И новый поворот в остросюжетной судебно-медицинской драме Насириада. Минздрав опроверг диагноз, поставленный Роману Насирову в Феофании. Напомню, отстраненного главного фискала подозревают в нанесении государства ущерба на 2 миллиарда гривен. Историю его болезни изучила Елена Митясова. На каталке под зеленым одеялом из одной больницы в другую, потом суд, то почти при смерти, то с инфарктом, то после операции. То уже ничего не было, просто немного подскочило давление. За судебно-медицинской эпопеей вокруг Романа Насирова и его чудесным исцелением в марте следила вся страна. И вот накануне точку в истории болезни Насирова поставил Минздрав. В ведомстве опровергли, сделанные клиникой Феофания, заключение о здоровье главного фискала. В отриманной нами информации от клинико-экспертной комиссии МОЗ и демо про то, что лекарь и клиническая лекарь Феофания систематично не обгрунтовано говорили про тяжкий стан здоровья главы ДФС. Хотя подстав для этого объективных с их точки зрения не было. 2-0 в пользу НАБУ. Детективы получили уже второе заключение специалистов, опровергающие диагноз Насирова. Вначале проблемы с сердцем у главного фискала не обнаружили в институте кардиологии Строжеска. Но вот поставить под сомнение результаты новой экспертизы Минздрава, медики из Феофании готовы. Главрач клиники уверяет, члены комиссии, изучавшие историю болезни Насирова, его анализы недостаточно компетентны. Трое из них детские кардиологи, один анестезиолог, остальные научные сотрудники. Причем, говорит Игорь Семени, в документах нигде не фигурирует диагноз инфаркт миокарда. Хотя действительно не могли его исключить, пока не сделали Насирову коронарографию. Именно это исследование в зале суда главный фискал называл операцией. Адвокаты Насирова уже потребовали от НАБУ опубликовать заключение комиссии Минздрава в открытом доступе. Хотят ознакомиться и принять меры. Мы будем обратиться с адвокатским западом Министерства охраны здоровья. Оскільки данный висновок стосується не тільки лікарів, які проводили лікування, а також и, напевно, стану здоровья нашого клиента. Сам Роман Насиров сейчас под домашним арестом. Жалобы его теперь не на сердце, а на бездействие детектива в НАБУ, который никак не позовут его на допрос. Елена Митясова, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.